Всем привет! Это вторая часть. И мы с вами продолжаем вязать вот такие красивые, но очень простые пинетки крючком. Итак, давайте продолжим. Вот на чем мы остановились в прошлой части. Достаточно много связали. А в этой части довяжем. Вначале делаем одну воздушную петлю подъема. И начиная с первой петли ничего не пропускаем. Провязываем 10 столбиков без накида по одному столбику в каждую петлю. Крючок заводим за обе стенки. Поглядите. Завожу крючок, провязываю столбик без накида. Обязательно пересчитайте, чтобы столбиков было ровно 10. Вот я почти довязала. Все. Далее нам нужно будет вязать мысок у пинетки. Будем делать два столбика с одним накидом вместе. Накид. Заводим крючок в петлю и провязываем только накид. Накид. Заводим крючок в следующую петлю. Провязываем накид. Из трех петель на крючке делаем одну. Еще разок. Накид. Заводим крючок в петлю. Провязываем только накид. Накид. Заводим крючок, провязываем накид. Из трех петель на крючке делаем одну. Стоп. Дальше не продолжаем. Сейчас мы сделаем три столбика с одним накидом вместе. Раз, два, три. Вот в этих петлях. Я сейчас вытащу манекен ножки. Мне он будет мешать. Делаем накид. Заводим крючок в первую петлю. Провязываем первый накид. Накид. Заводим крючок во вторую петлю. Провязываем накид. И накид. Заводим крючок в третью петлю. Провязываем накид. Из четырех петель делаем одну. Все. А далее два столбика с накидом вместе. Накид. Заводим крючок в первую петлю. Провязываем накид. Накид. Заводим крючок во вторую петлю. Провязываем накид. Из трех петель делаем одну. Еще разок. Провяжем. Накид. Заводим крючок в петлю, провязываем только накид Накид, заводим крючок во вторую петлю, провязываем накид Из трех петель делаем одно Вот что должно получиться Очень просто закруглился у нас мусс А далее до конца ряда В каждую петлю провязываем по одному столбику без накида Посмотрите Завожу крючок и провязываю Здесь уже ничего считать не нужно Просто по одному столбику без накида в каждую петлю И так вяжем до конца ряда Давайте провяжем вместе этот ряд Не торопимся, но если вы за мной не успеваете Всегда вы можете нажать на паузу и в своем темпе провязать все необходимые столбики Так Вот сейчас поглядите Очень важно не провязать соединительную петлю Вот Заканчиваем ряд с вершинкой первого столбика без накида Ряд готов Следующий ряд вяжем только из столбиков без накида Делаем воздушную петлю подъема И начиная с первой петли провязываем по одному столбику без накида в каждую петлю Ничего считать не нужно Здесь не ошибемся По одному столбику без накида в каждую петлю И так провязываем весь ряд Так Вот что у меня получается Здесь очень важно выровнять вот эти петли, где мы с вами провязывали по два столбика с накидом вместе Мы сейчас эти места обвяжем Все выровняем, чтобы в дальнейшем эти петли у нас не растягивались Ну и довязываем этот простой ряд до конца Нажмите на паузу и провяжите Ну а я довязала Завожу крючок в вершинку первого столбика без накида И с ней соединяю Вот что должно получиться Полюбуйтесь Все ровненько, красиво Вяжем новый ряд В следующем ряду мы сделаем отверстие для шнуровки Делаем три воздушные петли подъема вместо первого столбика Раз, два, три Далее накид и в следующую петлю провязываем столбик с одним накидом Две воздушные петли Один, два Снизу пропускаем две петли также Накид Раз, два, пропустили В третью петлю заводим крючок и начиная с нее провязываем два столбика Один, один Снова две воздушные петли Накид Раз, два, пропустили В третью петлю заводим крючок и провязываем один столбик в одну петлю Второй столбик с одним накидом во вторую петлю Две воздушные петли Итак, вяжем весь ряд Две петли пропускаем В третью петлю вяжем столбик с накидом В следующую петлю вяжем столбик с накидом Две воздушные петли Так, накид Раз, два В третью петлю вяжем столбик с накидом И еще один столбик с накидом в следующую петлю Ряд также очень простой. Довязываем его так до конца. В этом ряду очень важно провязать так, подогнать где-то даже, может быть, чтобы количество вот этих по два столбика с накидом или дырочек было нечетным. Тогда мы сможем спокойно вести завязки. Вот я почти довязала ряд до конца. И у меня осталось 1 2 3 петли. Что с ними будем делать, я покажу. Пересчитываю количество столбиков с двумя накидами. 1 2 3 и так далее. Сейчас у меня четное количество, значит нужно ввести еще одну пару. Но у меня всего 3 петли. Что делаем? Накид, пропуская всего одну петлю, а не две. В следующую петлю провязываю столбик с одним накидом. Так, у меня осталась всего одна петелька. И в эту петлю провязываем второй столбик с одним накидом. Ну и по правилам делаем 2 воздушные петли. 1 2. Заводим крючок 1 2 3 в третью воздушную петлю подъема и с ней соединяем ряд. В итоге у нас получилось нечетное количество парных столбиков и щиколотка даже получилось чуть шире, что даже удобнее при надевании пинетки. Вяжем новый ряд. 3 воздушные петли подъема. Делаем накид, заводим крючок в следующую петлю и провязываем столбик с одним накидом. Весь ряд будет состоять из столбиков с одним накидом. Под двумя воздушными петлями вяжем два столбика с одним накидом. Накид, а в вершинку столбиков предыдущего ряда провязываем по одному столбику. 1 1. Накид, под двумя воздушными петлями провязываем по одному столбику. 1 1. Накид и по одному столбику в вершинку столбиков предыдущего ряда. Ну и так вяжем весь ряд до конца. Никаких прибавлений и убавлений делать не будем. Вяжем под двумя воздушными петлями два столбика. В вершинку столбиков предыдущего ряда по одному столбику. Вот так, не торопясь, в спокойном темпе провязываем весь ряд до конца. Накид, заводим крючок под воздушные петли и провязываем один столбик, один столбик. Вот что должно получиться. Нажмите на паузу и довяжите этот ряд в своем темпе до конца. Когда вы провязали ряд, находим 1 2 3. Третью воздушную петлю подъема и с ней соединяем. Все, ряд готов. Вяжем новый ряд. Он точно такой же, как и предыдущий. Три воздушные петли подъема и теперь вершинку каждого столбика предыдущего ряда провязываем по одному столбику с одним накидом. Накид, столбик с накидом. Нажмите сейчас на паузу и довяжите этот ряд до конца. А в конце я покажу, как его закончить. Вот я провязала ряд. Соединяем. Раз, два, три. Третий воздушной петелькой подъема. Все. Я советую провязать три ряда из столбиков с одним накидом. А теперь вяжем финальный ряд. Одна воздушная петля подъема и в каждую петлю провязываем по одному столбику без накида. Этот ряд не позволит краю пинетки растянуться. По одному столбику без накида провязываем каждую петлю. Как я уже сказала, до этого мы здесь провязали два ряда из столбиков с одним накидом. А я советую провязать три ряда из столбиков с одним накидом, а затем уже вот этот финальный ряд из столбиков без накида. Я так и сделала. Вот мои пинетки. Три ряда из столбиков с накидом и финальный ряд. Когда вы его довязали до конца, заводим крючок в вершинку первого столбика без накида и с ней соединяем. Две воздушные петли. Ножницами отрезаем нить и затягиваем тугой узелок. Кончик нити нужно будет потом заправить. Берем нашу ножку и смотрим, что же получилось. А получились вот такие очень нежные красивые пинетки. Просто полюбуйтесь на них. Нам остается провязать завязки и наши пинетки будут готовы. В качестве завязок я буду использовать цепочку из воздушных петель, но буду вязать в две нити из одного мотка. Вот я с середины достала кончик нити и сначала кончик нити. Вот. Только нужно поменять крючок. Был крючок на 3,5. Теперь я беру крючок побольше на 4 миллиметра и им вяжу. Делаем первую рабочую петлю и набираем цепочку из воздушных петель. Очень важно вяжите ее не туго. Если вам нужен крючок побольше, то лучше заменить, чтобы она была воздушной, объемной и таким образом она будет более эластичная. Нам будет удобнее завязывать пинетки и фиксировать их. Количество петель в цепочке не важно. А что же важно? Длина цепочки. Длина цепочки из воздушных петель должна быть 60 сантиметров. Это очень удобная длина. Поэтому свяжите цепочку из воздушных петель длиной 60 сантиметров. Затем делаем еще 2 воздушные петли. Ножницами отрезаем нить и затягиваем узелок. Вот такая завязка у нас получилась. Сделаю покороче кончики нити, но прям под корень их не обрезайте, чтобы не распустились. Все. Теперь берем нашу пинетку и будем... Можно просто руками или крючком заводить завязку. Посередине у нас два столбика с накидом. И после них начинаем продевать через дырочки завязку. Вот почему важно было, чтобы количество столбиков было нечетным. Видите, все правильно у нас получилось. Теперь остается только сделать красивый бантик, завязать наши пинетки, а в принципе они уже готовы. Завязки, кстати, тоже можно связать каким-нибудь другим цветом, чтобы пинетки получились более интересные. Нам не нравятся вот такие белые нежные пинетки, как снежок. Вот и все. Мы с вами справились. Вторую пинетку вяжите точно так же, ничего не меняя. Спасибо, что вязали вместе со мной. Я надеюсь, что у вас все получилось. Увидимся с вами в новых видео. Пока-пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok